Хочу посоветовать молодой, но очень веселый канал Ютубовости. Ребята для своих роликов берут различные видео с Ютуба и обыгрывают их в стиле бредовых новостей. Всегда веселые видео, пародии и юмористические сценки, создавая себе хорошее настроение. Прямо сейчас перейди по ссылке в описании, поддержи парней своей подпиской и возвращайся обратно. Рассвет мертвецов На улице творится полный беспредел со стрельбой и взрывами, но в доме героев совершенно тихо. Завидев жертву, зомби молниеносно бросаются на человека, но инфицированная девочка терпеливо дожидалась, пока проснется мужик и обратит на нее внимание. И как ее вообще в дом занесло, если зомби не умеют открывать двери? Также непонятно, что заставило девочку-зомби прийти именно в этот дом, если герои спят и не издают никакого шума. И это в то время, когда на улице полно тех, кого можно сожрать. Зрачки девочки мутного цвета, через секунду становятся в зеленую крапинку. Когда Анна залетает в ванную, штанга от шторки одним концом падает на ноги девушки. В следующем кадре конец штанги упирается в ванну. После того, как скорая сбивает соседа Анны, труп остается валяться на проезжей части. В момент, когда Анна уезжает, на заднем плане никакого трупа соседа больше нет. На улице стрельба, крики и взрывы, конечно, нужно выйти в халатики и поглазеть, что же может случиться. Столкновение машины с бензоколонкой моментально приводит к детонации горючего, находящегося глубоко под землей. И почему от такого мощного взрыва рядом стоящие деревья даже не шелохнулись? Левая часть лобового стекла абсолютно чистая. Через пару минут стекло заляпано кровью. Хотя, пока Анна двигалась по автотрассе, она никого не сбивала. Еще через пару секунд стекло снова становится чистым. А то ты сам не видишь, что она нормальная. Второй шоколад не умнее первого, который перед тем, как палить во все, что движется, даже не замечает, что человек держит в руках дробовик. Чего зомби в принципе сделать не может. Героям несказанно повезло, что группа зомби набрела на них только после того, как герои нашли вход в торговый центр. Правильно. Лучшее, что можно сделать в неизвестном помещении, это как можно больше шуметь и привлекать внимание. Мы быстро вернемся. Нет-нет, остаемся. Ладно, побудь здесь. Кофеин, ну просто красавец. Уходит с пушкой и оставляет беременную жену с людьми, которых он знает не больше пяти минут. И это еще при том, что полицейский секунду назад дал четко понять, что он клал болт на всех и каждого. Чтобы устроить сюрприз Майклу, зомбак, поедая свою жертву, предусмотрительно закрыл за собой дверь в коморку. Но все убедился, что там нет живых. Ну так просто закрой дверь по-быстрому, пока мертвец тебя не заметил. Твою мать, опоздал. Череп пробивается деревянной палкой, словно арбуз. По желанию режиссера, зомби в состоянии перейти в стелс-режим и подкрасться сбоку. Другое место ищите. Извините, ребята, но нам не нужны гости. А может тогда следовало заблокировать лифты, чтобы с нижних этажей никто не поднимался? Клише нас покусали, но мы об этом никому не скажем. Охранник Терри из запертой комнаты выпустил в туалет только Анну. Но как на крышу сбежали все остальные герои, совершенно непонятно. Которые еще и неизвестно откуда в курсе, что к супермаркету приближается грузовик, о котором было известно только охранникам. Клише, если нужно разоружить вооруженных людей, это делается легко и непринужденно. Преследующий грузовик зомби делают это как-то без особого энтузиазма. Видать, статистам зомби недостаточно заплатили. Герои уже в курсе, что требуется стрелять именно в голову. Но все равно продолжают расходовать и так недостающие боеприпасы, стреляя мимо башки. Вместо того, чтобы любыми средствами уничтожать скопившихся зомби вокруг магазина, герои предпочитают страдать любой фигней, кроме как заниматься действительно важным делом. Учитывая, что зомбаки стоят вплотную к магазину, достаточно было бы поднимать по одному упырю веревками и проламывать череп. Или на крайний случай обливать бензином и сжигать их. Благо в подвале имеется целая бензоколонка. Но нет, лучше играть в шахматы и дожидаться с моря погоды. Но окончательно добивает своей адекватностью именно Энди, хозяин оружейного магазина. У которого за спиной целый склад с боеприпасами. И вместо того, чтобы систематически уничтожать скопившихся зомби, все что он смог придумать, так это развлекать соседей, изредка постреливая из снайперской винтовки. Мало того, оружейник прекрасно знает, что у него заканчивается еда. И даже палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то расчистить путь до супермаркета. Хотя за пару дней такой планомерной зачистки, уже можно было бы попытаться пройти в торговый центр за едой. За несколько дней проживания в магазине, никто и даже Анна, медсестра, не удосужились проверить, как самочувствие беременной женщины. И почему ни у кого не возникло подозрений, что беременная не появляется на людях, и что муженек никого к ней не пускает. В гипермаркете, где полно различного оборудования и вещей, герои отправляются на опасную вылазку с открытыми частями тела. Неужели элементарно прикрыть шею и руки сценарий не позволяет? С какой стати бензонасос подает бензин в колонку, если в здании нет электричества? А что, разумно, сначала все залить бензином, а только потом спросить, есть ли у СиДжея спички. Мало ли, сколько еще упырей может сбежаться на виск и стрельбу. Поэтому мы будем стоять и смотреть, как горят трупы, вместо того, чтобы включить генератор и по-быстрому свалить отсюда. У меня есть идея. Вот бы хорошо добраться до порта, взять мой катер и покататься по озеру. Стойте, а это идея. На озере есть куча необжитых островков. Вот зачем покидать достаточно хорошо укрепленное, просторное, полное припасов убежище, чтобы отправиться на какой-то там остров в неизвестное? Но самое страшное, что все без исключения соглашаются на этот бредовый план. Охранник супермаркета становится неплохим автомехаником, а бывший полицейский открыл в себе талант и электросварщика. Собаку спускают на крюке с защёлкой, в следующем кадре защёлка с крюка пропадает. Вылезти из канализации и сразу пробираться в оружейную? Да ну, это же не по-геройски. Лучше стоять на месте, пока нас не заметят кровожадные зомбаки. Смысл стоять на месте и отстреливаться, если у вас на каждого всего по одной обойме? Не успели герои оказаться в совершенно чужом магазине, как моментально каждому в руки попадаются патроны для нужного оружия. Если вы сюда нагрянули спасать девчонку, может тогда не стоило мочить с дробовика вооружейника, прямо за которым в шкафу и сидит та девчонка? Все сюда, скорей! А, вот вы где, что так долго, ребята? Урод. Я разберусь с тобой, сводочек. Понятное дело, что персонаж кретин, но чтоб быть настолько идиотом, когда тебя попросили стеречь дверь, а ты уперся в гараж и ждешь там, как ни в чем не бывало. И все прекрасно знали, что данный тип совершенно ненадежный, почему изначально нельзя было оставить Анну присматривать за дверью? Какой гений додумался оставить дверные ручки с внешней стороны? Это для того, чтоб мертвецам было удобнее за ручки дергать? Как только героям приспичит свалить, автобусы становятся абсолютно готовыми. Хотя еще днем коп предупреждал оружейника, что требуется еще пять дней. Если бы зомби так удачно не поднял газовый баллон, очень хотелось бы посмотреть, как СиДжей совершил бы прицельный выстрел из дробовика в баллон, валяющийся где-то под ногами несметного количества мертвецов. С чего это вдруг наступило утро, если секунду назад была глубокая ночь? У нас только один шанс выбраться, поэтому будем таранить все подряд на своем пути, в надежде, что автобусы при очередном аварийном столкновении не обзаведутся критическими неисправностями. СиДжей, идем! Иди, брат, я тут сап... Быстро, однако, перестроился СиДжей, то всю дорогу заботился только о своей безопасности, а тот вдруг решил поднять свою карму самопожертвованием. Что? Я не плыву. То есть? И тебя за руку цапнули. Неужели не хватило мозгов хотя бы руки замотать или надеть толстую куртку? Да даже лысый из Бразера лучше защищается при зомби-апокалипсисе, чем герои Зака Снайдера.